Доброго времени суток, дамы и господа! Меня зовут Хадди, и мы с вами снова, наконец-то, возвращаемся в мир Don't Starve, или Не голодай, после достаточно большого перерыва. На самом деле, у меня было записано еще две серии, но я в итоге решила их не выкладывать, потому что они, к сожалению, закончились очень печально. Спасибо, добрый человек. Потому что я прожила всего неделю, и умерла от голода, по-моему, в каком-то дремучем, темном лесу. Но я там, честно говоря, были интересные моменты, потому что я там нашла, во-первых, кладбище с нашими именами на всех надгробиях. Я нашла какие-то странные руины с каким-то артефактом и садовым гномиком, с которыми я, честно говоря, не знаю, что надо было делать. О, черт, я еще нашла спуск в какой-то подземный мир, но, честно говоря, я забоялась сюда идти. О, мы сразу нашли поле, отлично. Забоялась сюда идти, решила, что я сначала немного обустроюсь, сделаю броню, сделаю несколько продвинутых машин, а потом уже буду заниматься всякими исследованиями подземных территорий. Но вот, к сожалению, я как-то так сильно очень промахнулась с голодом, и, в общем, я решила, что зачем я буду это выкладывать. Лучше в этот раз я никуда не буду торопиться, по-настоящему не буду торопиться. Соберу все, что можно, запасусь действительно хорошим количеством еды, только потом уже начну что-то серьезное исследовать. Вот, еще я поняла, что вот это такое. Это, оказывается, психическое здоровье, и оно очень сильно влияет на окружающий мир. В частности, те полупрозрачные темные монстры, которые стали появляться где-то за дней 5, наверное, до конца моей первой попытки, они были, скорее всего, галлюцинациями, которые с ухудшением этого психического состояния стали настолько реальными, что стали на нас нападать. И более того, я заметила, что то странное изменение, которое произошло с нашими любимыми кроликами, когда они превратились в какие-то черные кусочки меха, и их мясо стало называться не кроличьим мясом, а мясом чудовища, это все тоже какой-то вид галлюцинации, потому что, как только мое психическое здоровье улучшилось, точнее, психическое здоровье Уилсона... Я отойду пока что оттуда. Так, как только его здоровье улучшилось, в результате того, что он то ли что-то сделал около машины, то ли еще что-то, это мясо в инвентаре, я заметила при обработке видео, оно стало прежним, стало снова нормальным. То есть, мы должны очень внимательно следить за этим показателем. Раньше я думала, точнее, даже не особо заморачивалась по поводу того, что нам нужно за ним следить. Я думала, что главное это быть здоровым и не голодать, как и просит нас игра. Так, пойдем порубим себе немного для костра. Пока что еды у нас растительной хватает, потом мы поставим тут ловушки для кроликов, все это сделаем. Там я немного ненадолго заткнулась, потому что, вы видели, там были на пике насажены какие-то свиные головы. И я не знаю даже, что это может значить. Поэтому давайте пока что сначала просто немного тут обустроимся, а потом... Угу, точно, значит, на пробел мы можем это поднимать. Так, тихо, сажай. Все. Так, нарубим дров, потом займемся кроликами, а потом уже глянем туда, потому что я думаю, что кто бы там не насадил эти головы на пике, он вряд ли слишком дружелюбный человек. Ну или не человек, что скорее всего. Давай, давай, давай. Не экономь талант. Сажай. Так, нам потом придется... Так, я забыла про грибы. И, блин, какой-то гриб лечит. Или не лечит, а восстанавливает как раз это здоровье психическое. А какой-то нас слегка травит, по-моему. Ну и, конечно, я не помню, какой. Давай, 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 давай. У нас еще где? Два деления, да, где-то? Хорошо. Так, сажай. Лиса. Потом сделаем оружие. В принципе, у нас уже, наверное, хватит на одну ночку пережить. Это что? А, ой, еще ягода. Здорово. Так, единственное, что я пока что не знаю, а вот останавливается ли время в тот момент, когда мы выходим на эту карту. Ну, я думаю, что да. Так, вот нам можно вот сюда пройти, тут эти вот странные, страшные, свиные головы. Туда мы пока ходить не будем. Давай, еще чуть-чуть порубим, потом пожарим ягоды. Вспомним. Может быть, если зеленый гриб нам возвращает нервные клетки, то будем очень внимательно за ними следить. Так, разводи костер. Так, далеко от дороги, замечательно. Так, а, у нас есть и красный, и зеленый. Так, нет, 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 нет. Собери, собери. Так, сейчас надо вот прямо записать, даже если понадобится. Так, 88, 187, 150. Зеленый, от красного гриба мы тупеем. Зеленый гриб. 86, 176, 150. От зеленого гриба мы умеем. Значит, красный не есть, ни при каких обстоятельствах. Окей. Так, теперь давай готовить еду. Мы уже так наполовину проголодались. Так, ну, в принципе, вы смотрите, практически восстановили свое психическое здоровье. Если бы перед этим не навернули красный гриб, все было бы совсем хорошо. Так, ягоды пожарим. Семена пока трогать не будем. Хотя давайте тоже пожарим. Их много, а на грядку мы, по-моему, только одну можем посадить. Так, и сейчас ночь закончится. Мы можем построить уже ловушку для кролика, да? Да, даже уже скоро две сможем построить. Так, где у нас кролики? Так, вернемся в степь. А к свинам близко подходить не будем. Точнее, к их убийцам. Ну, пока что очень мирные, неконфликтные и вообще... Мы еще даже бороду не отрастили. Бесстрашные бороды соваться в такие места. О, отлично. Это вообще не камильфо. Так, одну поставь тут. Давай еще одну поставим. Где-нибудь тут. Так, еще раз карта, пожалуйста. Так, правильно, вниз идем. Вниз, низ, низ. Ну, пока что все хорошо. Так, главное запомнить, что вот в той местности очень много кустов с этими ягодами. Если что... Они, кстати, как-нибудь отмечаются на карте. Вот мы стоим около него. И, по-моему, никак не отмечаются. Ну, ладно. Это было бы... Ой. Не надо. Так, нам нужна кирка. Кирка, кирка, кирка. Я, правда, еще не видела ни одной золотой жилы. Это грустно, но... Но пока что будем добывать камень для большого кострища. То есть, как вы понимаете, в этой игре галлюцинации это действительно очень мерзкая штука. Потому что я очень удивилась, когда увидела, что, ну, натурально одно мгновение мяса плохое. Мы соорудили какую-то доску или что-то в этом духе и бац, мясо стало хорошим. То есть, заулся нам глаз да глаз. Так, мы ушли уже оттуда, да? Ну, давайте пройдем до конца. Благо тут много еды. Я не хочу еще раз так бесславно умереть через неделю игрового времени. Вот, правда, мне кое-какой опыт все-таки начислили. Мне открыли еще одного персонажа, какого-то такого атлета в трико. Но я не большой любитель персонажей, культуристов с маленьким объемом мозга, поэтому пока что Уилсон по-прежнему на первом месте девочка Уиллоу. Как я запомнила на втором. Кстати, очень красивое имя. Уиллоу с английского Ива. Так, и мы в тупике, да? Отлично. Такое чувство, что основная часть жизни будет где-то здесь, и нам все-таки придется проходить мимо этих свиней. Тьфу, свиней. Рупи дерева. Тех, кто их сажает на коле, в общем. Давай, 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 давай. Вот, спасибо тому доброму человеку, который мне подсказал в комментариях, что собирать можно на пробелы. В общем, тут многие вещи можно делать на пробел, но просто я не хочу шуметь в записи. Потому что это потом очень трудно убирается, и мне вот именно что-то делать легче мышкой, а собирать пробелы. Так что, вот я не помню, кто мне это написал в комментариях, но спасибо этому доброму человеку. Хватит гудеть. Так, еще бы понять, что это за чревоточина. Вот вряд ли мне надо прыгать, да? Давайте, если у меня как-нибудь все совсем-совсем-совсем плохо пойдет, я пойму, что я в этот раз опять напортачила, и тогда мы сюда прибежим, прыгнем и узнаем, нужно это делать или нет. Так, не беспокойся. Дров у нас хватает, но в любой момент можем развести костер маленький. Другое дело, что я хочу сначала выйти опять на какую-нибудь другую равнину, желательно, без чучел и без угол. Найти там камень, золото, сложить хороший костер, и не как-то обосноваться. Опять кролики лежат где-то. Так. Ой. Ну, это не надо было делать, но ладно. Сажай. Сажай. Прямо практически дорога из желтого кирпича. Осмотреть дом свину, так что мне не нравится сколько тут всяких намеков на каких-то свиней. Вот я в прошлый раз еще одно чего точно примерно в такой же лес забурилась и нашла тут еды, так что давайте постараемся его пересечь, благо сейчас у нас еды хватает. Давай. Ой, да уеди ты. Хотя твое мясо целебно, это хорошо. Вот, 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 вот. Ам, я не уверена, что стоит. Давайте попробуем. Ам, нет. Это такие же ягоды, что ли? Почему они так? Они так растут, как будто их кто-то посадил. Нет, тут правда, как будто кто-то же... Ам, я пошла отсюда. Так, давай складывать костер. Да, что ты будешь делать? Здесь, давай. Подойдешь, получишь по башке. Так, жареные ягоды. Ты меня бесишь. Вот, они как-то быстро начинают пропадать. Я не пойму, но что с картой случилось? Откуда тут столько каких-то домиков? Каких-то свиней? Мы вообще где? Может быть, тут живут эти свиньи, а тут их какие-нибудь враги? Нам, кому надо? Так, все, хватит жрать. Так, 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 так. Я не хотел, чтобы эта ночь, точнее, эта попытка закончилась для нас с быстрой смертью. Так, давай, жарь. Морковку. А, нет, нам же не надо сейчас съесть. Блин. Я просто, пометуя свой печальный опыт, стараюсь все у него запихнуть, что только можно. Так, давайте не паниковать и спокойно ждать рассвета, а потом, наверное, мы сможем аккуратно по этой дороге обойти этих свинов и пойти куда-нибудь вот сюда. В крайний случай мы, наверное, сможем от них убежать, я думаю. Мир один. давай, солнышко. Ой, нам топор пора будет поменять скоро. Вот так. Все, пошли. Ну, я, конечно, нехорошо делаю эта чужая грядка, но все так соблазнительно растет, что я не могу... Ага, вот он, свин, да? Ой, не один, они днем выходят, да? Ой, 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 я тут быстро и не обойду. Самая вонючая сия голова Мэру. Ой, ладно, все, пардон, пардонте, пардонте, все. Ну, они вежливо попросили. Так, он ничего не видит. Хорошо. Так, замечательно. Значит, по крайней мере, они на нас не сразу нападают, они нам предлагают убраться по-добру, по-здорову. Ну, это справедливо. Все, теперь значит, там, наверное, живут эти самые Мэрму, которые насаживают свинячьи головы на коле, а свиньи насаживают их головы. В общем, Монтеки и Капулети. Ладно, будем разбираться. Куда мы сейчас вообще идем? Так, мы идем на север. Хорошо, так, красный гриб, нет, мне не нужен красный гриб, я запомнила. Привет. Сколько вас тут? Ну, да, это твое имя. Мы уже тут два раза умерли. Кстати, когда я крайний раз нашла кладбище, там было очень много надгробий, и он практически про все зеленые грибы только ночью, что ли, можно собирать, или когда он просыпается. Было очень много надгробий с моим именем, что меня удивило, потому что мы просто столько раз еще не умирали. Такие приятные звуки у этих свиней причудливые домики. Так, но поскольку они, судя по всему, разумные, наверное, не будем их атаковать, мы им просто не нравимся, ну и что, это нормально. Я вижу золотую жилу, отлично. Надеюсь, свиньям золото не нужно. По крайней мере, мне оно нужнее. Простите. Так, ну хорошо. Может быть, с ними даже как-нибудь подружиться потом можно будет. Но вот, что мне нравится, у них тут зеленые грибы. А это значит, что если у нас совсем все с головой плохо будет, мы сможем к ней прийти, какая тут выросла сейчас. Вот это нет, вот это. Так, я надеюсь, не с Гринфиса. Так, бери новый топор. Бери новый топор. Все, теперь, да, что же ты делаешь? это неудобно, конечно, так что он иногда выбирает не ту цель, которую нужно. так, а ты тоже мирный. Привет. Спрячь топор. Хорошо, хорошо, хорошо. Значит, запомнили, тут растут зеленые грибы. Так, а если мы сейчас вот так пройдем, мы выйдем к пустыне? потому что если мы упремся в море, мы уперлись в море, мы ничего нового тут не найдем. Ну, в принципе, у нас уже, по-моему, хватает для донутия. да, все, научную машину мы уже можем сделать. Это хорошо. Меня единственное, что не радует, что красных грибов гораздо больше, чем зеленых. Давай еще елки порубим немного. А дождь нам зачем? так, сажай шишку. Ага. Сейчас. Вот такое дерево я прямо бегу рубить. Да, 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 да. Отстань, паук, ты должен прятаться от дождя где-нибудь под землей, а ты за мной ходишь, дурашка. Подойдешь ближе, я тебе топором промеж глаз дам. Так, дерево интересное, мы должны будем потом помериться с ним силушкой, богатырской. Так, шишки, 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 шишки. Сажаем. Так, еще раз карта. Давайте поближе вернемся туда, где мы ставили ловушки для кроликов. Съешь морковь, так спрячь топор, я поняла намек, ты, по-моему, без него еще быстрее бегаешь даже, да? Сейчас вот дойдем до этого места и и так, где тут у нас, вот они, ну не слишком близко к ним, чтобы опять же не пугать кроликов лишний раз, сначала, а, у нас не хватает, черт, ну ладно, давай я покажу, что такое костер и научную машину, давай, говори, все, теперь нам, что нам нужно, нам нужно для начала оружие, перед этим нам нужны материалы, нам нужна веревка, веревка нам нужна. Так, а ну-ка это поднимет нашу стабильность, так, 160, грубо говоря, нет, о, копье, давай, да, отлично, так, подкинь, ой, у нас мало дров как, но у нас зато хватает веток, если что. Так, значит, ну это логично, что дождь гасит костер. Так, все, ты и сыт, пожарь еще морковь, да не съешь ее, а пожарь. Так, наверное, ягоды тоже можно в каких-нибудь ловушках использовать или в чем-нибудь таком, но мы пока что еще так далеко не продвинулись. Нам теперь нужно на алхимическую машину насобирать, нам нужно насобирать на деревянную броню, для деревянной брони нужны... ага. Сможем? Сможем. А, у нас же были бревна, господи, чего это я? Так, хорошо, значит, мы теперь вооружены, очень опасны и вообще. Так, кролики не ловятся. Пойдемте к даням, что это у нас за соседи. Если что, дадим стрякача в обратную сторону. Кролики, такое чувство, все эмигрировали куда-то сюда, а там у них, я не знаю, какие-то заброшенные жилища. Да нет, собери камень. И траву собери, мы уже выяснили, что она вырастает. Так, похоже на подношение зверю, активировать алтарь. А, это не поселение, это какое-то культовое место, непонятно кого. Нет, алтарь я не хочу активировать, спасибо. У меня много недостатков, но тяга к самоубийству в них не входит. Пойдемте дальше тогда. Я думала, тут какой-то враг живет. Ну, раз не враг, то и шут с ним. Так, копьё у нас две, вот оно копьё. Если что, сразу его перехватываем и... Да откуда ты взялась опять здесь? Хотя... Иди-ка сюда. Она ж нам покоя не даст. Нет-нет-нет-нет. Так, я не думаю, ты бьёшь её или ты собираешься яйцо у неё отмирить. Вот так. Всё отлично. Так, нас, правда, опять подранили. Конечно, пустое. Так, да, серьёзно подранили. Ой-ой-ой-ой. Так, ну теперь мы... Мы-мы-мы-мы. Да. Ах... Ты что, я промахиваюсь ты всё время? Теперь собери всё, что можно и нельзя. Теперь у нас хватит на большой костёр. Ага. Так. У нас теперь хватит на чудо-машину алхимическую. И всё у нас будет замечательно. Алтарь всё равно пока не хочу активировать. Это стоит в списке моих приоритетов на данное следствие игры. Примерно там же, где я чьего точно. То есть, если всё пойдёт совсем плохо... Почему бы и не активировать, а потом не побежать и не прыгнуть в чьего точно. Ради бога. Но не раньше. О, верёвка. Я вижу трупы верёвки. Трупу они уже не понадобятся. А мне очень даже. Что скажешь? Ну да. Так, и ты больше не унесёшь у нас. Ну съешь жареную морковь. Потому что тебе пора. А, точно. Нам ещё пища восстанавливает здоровье немного. О, как раз рядом чревоточина. Замечательно. Уилсон. Уилсон. Прямо всё для нас. Давай, давай, давай. Не жалей талант. Камни, наверное, не восстанавливаются. Но это глупо было бы. Хотя... Как-то же... Что, опять я раздолбал кирку? Ах ты горюшко моё. Так, где мы вообще? Так, мы... Ну мы достаточно далеко ушли от... Мы сможем ещё одну сделать машину? Да, сможем. Хорошо, давайте... Тут у нас будет второй лагерь. Так, тут... Кладбище. Давайте около него не будем строиться. Где-нибудь тут есть более милое место. Так, вот там какое-то поле. Просто, допустим, у нас будут две базы. Так, это тоже какой-то тупик. Возьми копьё, на всякий случай. Ух ты! Ух ты! Я чувствую, что меня как-то заманивают куда-то. Золото. Неспроста валяется вот так вот. Просто. Так, у нас топор есть. Давайте сделаем. Это, в принципе, мы что, какие-то суеверные эти бабушки. Мы учёные, в конце концов. Нас не должно пугать кладбище какое-то. Мы должны думать рационально и практично. Сажай. Так, на карте ещё раз. Мы, 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 мы. Мы, 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 мы. Давайте пройдём чуть поближе. Сделаем сейчас большой костёр. Могилу. Давай не осматривать. Всё-таки. Лучше уж не провоцировать. Так, и, и, и. Так, теперь мы нормально отошли. Так, тут кто-то сдох. Меня это не радует. Давайте без этого зрелища обойдёмся. Вот где-нибудь тут. Давай складывай костёр. Делай научную машину ещё одну. Пусть у нас будет две научные машины. А чего нам не хватает для алхимической? Доски. Ну, это я помню смутно. И каменные блоки. Это всё в материалах, по-моему. Так, не хватает. А, камня хватает. Ну, положи сюда. Так, значит, ты когда делаешь каменный блок, тебе это помогает, да? Немножко умнить. Насколько так? 186, например, сейчас будет. Бросил. Ну, столько же и осталось. Только, наверное, один раз это ему... Так, ну вот, у нас два как раз есть. Ещё нам нужно... Сколько брёвен? Ой, нет. Четыре бревна, а каждая... Ой, четыре доски, а каждая доска делается из трёх брёвен. Вот мы как раз одну можем сделать. Так, съесть все жареные ягоды, пока они не пропали. Я ещё узнала, что вот плохая пища, она тоже как-то влияет на возникновение галюнов. Поэтому давайте не будем как хамики запихивать всё в свои карманы, а как-нибудь будем это расходовать быстрее. Пусть он будет сыт, и он, по крайней мере... Няша. Он, по крайней мере, когда он сыт, и он не ноет, что ему нужно есть. Так, Уилсон. Задача на сегодняшний день – это порубить лес. Порубить лес, сделать алхимическую машину. И я даже не знаю, может быть, вон, сходить и попробовать раскупорить то закупоренное нечто. Потому что, по-моему, там в дырах какой-то другой мир. Или лучше подождать, чтобы Давай, сажай. Два срубили, четыре посадили. По-моему, отлично. По крайней мере, деревья, я так понимаю, что это какой-то бесконечный ресурс. У меня птичка решила покормить. Очень мило, с её стороны. Это что? Злой цветок? Вот, 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 я про это говорила. Да, там ещё злые цветы росли. Вот эта коробочка и садовый гномик. И кто бы знал, что это такое? Я не знаю. Отличная стена. Починить? Ты хотел бы здесь жить? Подними. Может управлять полярностью во Вселенной? Отлично. Ну, поставь. Мы станем властелинами Вселенной. Ну, пока что об этом думать рано. Так, хорошо. Значит, с тем гномом... О, вот ещё одна, да? Блин, прямо мы хорошо так на этот раз подошли, потому что всё близко. Так, эти деревья нужно срубать, потому что они не растут. Единственное, что мы можем сделать, это посадить новое дерево. И вот что ещё интересно, свины как-то уживаются с пауками. Ну, по крайней мере, я этот вывод делаю на основе того, что их жилища находятся близко друг к другу. Так, вот с деревьями тут беда, Уилсон. Я знаю, ты не любишь природу, но мы должны ей помочь, если мы хотим, чтобы потом она помогала нам. Сажай. Может быть, потом то здоровое дерево встанет и будет нас защищать. Да не неси ты её, а посади. Ой, это прямо беда какая-то. То ли болезнь какая-то. И смотрите, всё рядом вот с этой воронкой, там что-то явно нехорошее внутри. Посмотрим, будут ли расти эти деревья рядом с ней. Посади её. Слышите? Кто-то дерётся с пауком. А, нет, я поняла они. Так-так, я щас... Ой-ой-ой, они сильные. Я боюсь, что просто сейчас я попаду, поэтому... Так, это он что съел? Это он не мою паутину съел? Так, я надеюсь, они не будут претендовать на мясо пауков и паутину. Может, оказывается, они всё-таки... Эй, ребят, если что, я вам помогла. Помните об этом. Так-так-так, что ещё? Что ещё можно съесть? Ешь семена. Вот это... Железа, я помню, она целебная. Мясо монстру. Что-то тут с падежами случилось, по-моему, в игре. Так... Наверное, давайте сейчас переживём эту ночь. И на этом серию закончим, потому что... Я тоже так могу. Ой-ой-ой, сколько их тут. Так, что, где наш костёр? Ням-ням, наш костёр... Ой, мы как-то так очень... На самом деле, не очень хорошо поселились около этой птицы. Ну, ладно, если что, мы её прогоним. Всё, отстаньте. Отстаньте. Возьми топор, а по дороге нам нужно... А, блин, мы так и не нарубили достаточно деревьев. Так, ну, как уши отсюда? Пока есть время до темноты. Давайте этим и займёмся. Потом мы... О! Потом мы утром... Закончим серию. Да не бросай ты её. Да... Посади её. Вот так. Молодец. Молодец. Джонни, иногда с тобой... А! Вот где эти буйволы или... Кто они там? Могут пастись. Следовательно, мы скоро сделаем себе грядку. Так, что-то мне подсказывает, что эта попытка, если я нигде не нафейлю, будет удачнее, чем предыдущая, и меня это несказанно радует. Так, давай ещё одну ёлочку и бегом к костру. По крайней мере, мы сыты, мы почти здоровы во всех смыслах этого слова. И в смысле головы, и в смысле тела. Так что, пока что всё. И так уж и плохо. Так, разведи ко мне, дружок, костёр. Положи обратно. Так, нам нужны доски. Доски, доски, доски. Положи рядом. Ну, кинем, ладно. Нет, не кинем. Вдруг всё-таки нам нужно. Сколько досок? Четыре. У нас одна... Ой, 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 ой. Нет, нет, нет. Кинем. Так, хорошо. Делаем доски. Раз. Два. Три. Так, теперь... Мясо надо приготовить и съесть. Лукин пока что. Молодец. Так, теперь, теперь, теперь нам нужно взять и то, и другое. И мы сделаем сейчас машину. Птица, если будет появляться снова, мы её просто будем добровольно-принудительно отгонять отсюда. Мы сильные, мы здоровье восстанавливать можем. Так что всё замечательно. Вот, и давайте на этом закончим серию. С вами была Ханди, Джонни Уилсон. Очередной день. И скоро встретимся. Ворона съела мои зёрна. Всё, пойду ей мстить. А пока что, до встречи. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...